Вернулся Дом Дракона с вторым сезоном. Начать стоит с концовки. Это концовка. Те, кто прочитал книгу, знали о событиях Кровь и Сыр. Но звуки, нажав в конце, и факт реализации их замысла... Вот это да. Способ завершить первую серию, чтобы погрузить нас обратно в мир. Видимо, война уже на носу, и мы впервые видим Винтерфелл, Стену и Старков. Разберем эту серию и вынесем все нужное. Минуя лишние подробности, поделюсь и своим мнением. Так что вот он Дом Дракона, сезон 2, серия 1, расшифровка концовки. Только вы должны знать, что видео содержит спойлеры. Концовка-концовка этого эпизода – что-то запоминающееся. Рейнира искала доказательства смерти Люцериса Вилариона. Она получила новость от Ворона, но подтверждения его смерти не было. Возможно, его взяли в заложники или такое что-то. Ей нужно было доказательства, чтобы пережить горе и начать действовать, добиваясь мести. Когда она нашла крыло Аракса на берегу, это было всем, что ей было нужно для выполнения своего плана – отомстить за сына. Она хотела голову Эймонда Таргариена, этого человека, причинившего смерть ее сына. Дэймон пошел в Королевскую гавань, попав в встречу с крысоловом, на которого его указал белый червь. Мне нравится крысолов, потому что он специализировался на передвижении по туннелям Эйгона, известным как Крысиное гнездо. Идя по туннелям, это напоминало о крысах, ползающих по канализации, окруженной водой и тьмой. Очевидно, шли туда, чтобы убить Эймонда, но не сумев его найти, они наткнулись на Хелен. Заявив «сын за сына», оторвали голову Джейхейриса, наследника престола. Это повлечет громадные последствия для Рейниры. Они не просто убили Эймонда, брата короля, Таргариена, они убили будущего короля. Мы не знаем, предложил ли это Дэймон, когда его спросили, что делать, не найдя Эймонда. Но это вполне могло быть так, так как мы знаем, что в нем есть крайняя злоба. В Королевской гавани впервые рассмотрели Эйгона, показывающего заботу о сыне, важность того, что он будет будущим королем. Он забирал его в то время, когда тот отдыхал, и позволил ему играть в серьезной дискуссии. Совет показал, что в нем была слабость, и это был его сын. Я подумал, что это был хороший момент, поскольку он намечает будущую боль. Он будет страдать после того, что произошло с его сыном. Они были очень близки. Хелена также показала страх в этом эпизоде. Она боялась крыс. В первом сезоне были моменты, когда она показывала нечто. Это была не сверхъестественная способность, но способность видеть то, что грозит. Это было и в этом эпизоде. Она имела право бояться. Связь с крысой тоже важна. Последствия будут широкие и далекие. Основное это никогда не должно было произойти. По крайней мере, с точки зрения Рейниры. Джей Хейрис не должен был быть убит. Но это не будет иметь значение, и не будет чем-то, что будет понятно тем, кто имеет значение. Судя по трейлеру, который был выпущен за несколько недель до выхода, похоже, что Рейнира не сможет доверять Дэймону в будущем. Она никогда не хотела такого убийства маленького мальчика. Независимо от того, был ли это ребенок Эйгона, вероятно, потому что она знала о последствиях, которые могут произойти. На горизонте маячила полномасштабная война. Но теперь это то, что можно сказать наверняка. Что складывалось в пользу черных, так это тот факт, что им нужно было беспокоиться только о том, чтобы уйти в нападение. В то время как сейчас Эйгон будет действовать эмоционально, и он будет идти на нападение. А это значит, что черным теперь нужно будет поработать над тем, чтобы иметь сильную оборону и быть. Они были готовы в любой момент нанести удар, о чем им не нужно было беспокоиться перед. Мы видели, что и зеленые, и черные стремились завербовать людей на свою сторону из Вестероса, слухи об убийстве черными наследника престола Брутали во сне. Это может навести на мысль, чью сторону выбрать, и уменьшить шансы черных на поддержку. Их действия, вероятно, числить их проигравшими не только сейчас, но и в будущем. Разделение в Королевской гавани – это интересно, особенно среди зеленых. Эйгон кажется некомпетентным лидером после одной серии. У него как не вкручена голова. Он думает сердцем, а не головой. Хотя сочувствующий король звучит хорошо. Для жестокого правителя, который займет железный трон. То, что не должно вносить колебания в решение. Мы видели это, когда люди просили снисхождение. Именно Соротто вернул его на путь при принятии решений. Эрмунд кажется лучшего правителя. Интересно, что Соротто объяснил, как он и Вейгар являются ценными для королевства. Не думаю, что братья обратятся друг против друга. Но Эрмунд выглядит подлинным лидером. Эллисон, кажется, нарушает клятвы и проявляет сочувствие, что подчеркивает связь с Рейнирой. Она близко общалась с Сиром Кристоном Коулом, пойманной в момент, когда оба обещали больше не делать это. Когда она зажгла свечу и оплакивала короля Визериса, она также зажгла одну и сказала имя, Визерис Виларион, дающая ей возможность соединения с Рейнирой, понимая ее боль. Особенно потому, что это произошло от рук сына, Эллисон. Действия замечены, отцом подрываются в совете. Это расстраивает, и сын Эрмунд называет ее слабой. Явно существует разделение среди ближайших родственников. Лорд Ларис, похоже, тоже мутит воду. Упомянул Эйгону, что Соротто служил уже третьему королю, а ранее был десницей Визериса и предал его. Преобладает ощущение, что Ларис заложил основы, разместил Семена в уме Эйгона, опасаться деда, осознавать, что может настать время, где Соротто принимает решение, но на деле решающим будет мнение Эйгона. Важно! Возможно, Ларис хочет быть правой рукой короля. Раскол в семье – это грозит непоправимым ущербом. Они нуждаются в единстве. Смерть сына Эйгона могла бы сплотить их, даже если это было заменой. В общем, и Королевская Гавань, и горожане испытывают трудности из-за блокады. Итак, теперь Королевская Гавань не то что была. Я делал обзор эпизода. Это была отличная премьера второго сезона шоу. Оно снова вернуло нас в мир. Показав нам Винтерфелл, Стэну и Старка впервые за много лет, появилось узнаваемое, пробуждающее ностальгию чувство. Когда Криган говорил о драконах, не желавших перелетать через стену, и что стена стоит, чтобы остановить смерть. Зная, что, безусловно, происходит в Игре Престолов, это просто ударяет еще сильнее. Потому что мы знаем, а они нет. Мне показалось, что темп эпизода был хорошо структурирован. Казалось, что что-то плохое всегда собиралось случиться, но нас постоянно вели разговорами и обсуждениями, и действия были минимальны. Таким образом, это позволило темпу и ритму быть довольно медленными, но очень естественными. Однако из-за того, что концовка была настолько шокирующей по акту и аудиализации, она захватила все, что нужно, и сформировала контраст с естественным темпом, присутствовавшим на протяжении всего остального хронометража. Общее чувство неопределенности разобщения и надвигающейся войны – то, что, по моему мнению, символизирует то, что обычно происходит, прежде чем начинается война. Мы видим это на малых масштабах семьями и на больших, как люди чувствуют себя. Сама обстановка кажется идеальной. Не буду скрывать, хотелось бы, чтобы серия была длиннее. Хотелось бы ее на 1 час и 15 минут. Казалось, только привыкла к миру, и сразу выдернули. Это моя проблема, а не сериала. С нетерпением ожидаю следующей серии.